Здравствуйте, еще раз всем полуношникам посвящается У меня завтра в планах еще бассейн посетить этот тренажерный зал поэтому думаю еще одну сессию и пойду спать Магия намеренная или просто человек желает плохого это намеренно от кашляя до работного состояния это хорошо там кто-то в прямой эфир хотел чемпион планирует где-то девушка которая хотела в прямой эфир фиолетовая фиолетовая вот так у него там очень было не спать привет как вас зовут и город динара хромтал хромтал да хромтал я у вас проходила вот в начале декабря в башне тренинг ну ка басня знаете вот хотелось бы подлежки наверное какой-то хорошо давай ставь телефон давай подыши подышать я могу подышу держу и подышу не понял я буду держать телефон сама и буду а поставить некуда Магина привет кто-то работает я еще сам до сих пор не понял я мало того прямой эфир видео еще так же работает вставай закрывай глаза просто дыши я уже сейчас хочу плакать плачь давай-давай-давай выпускай плачь прям голод реви а вот так вот так молодец вот так удач veure плачь прям плачь прям лег strengthening Заплакивай, заплакивай. Заплакивай, заплакивай. Заплакивай, заплакивай. Я хочу получить ответ, и думаю, почему? Почему что? Я уже все делал, почему мне ничего не получается? Что у тебя не получается? Да вообще ничего. Но это не ответ. Ну вот, у меня кафе, например, мне надо там просто закончить ремонт и запустить работу. Это твое кафе. Что-то вылазит в отоплении, то третье, то десятое. Я уже так устала, что я просто не хочу, у меня даже нет энергии туда что-то запускать. Запускай, запускай. Запускай. Всегда очень сложно прорваться. Первый прыжок, он очень самый основной и он самый болезненный. Но когда этот пузырь лопнет, тебе будет очень все легко доставаться. Ну, по сравнению с тем, что было, и когда ты выпрыгнешь из этого состояния, то ты удивишься, насколько будут деньги легко идти. Расслабься просто. И запусти свою кафе. Я вот именно не могу расслабиться. У меня всегда, я вот всегда напряжена, потому что я должна что-то там где-то. Еще раз меня слушай. Хватит рвать жопу. Просто отпусти это кафе и делай то, что должна. Расслабься. Что я должна? Чего ты должна? Ты должна провести свет, запустить кафе. Я не знаю, что ты там должна делать. Есть мероприятия, которые обязательно ты должна сделать. И не надо в них упираться. Просто отпусти это кафе и делай то, что должна, и все. Больше от тебя ничего не требуется. Прекрати торопиться. Там успевать к этой дате, к другой дате. Прекрати рвать жопу, просто отпусти и делай то, что должна, и все. Запусти это тогда, когда нужно. Когда будет надо. Теперь, смотри, вот этот рывок, который, то, что ты кафе свой, это твое прям кафе? Нет. То, что ты прям... Это не твой бизнес? Нет, как бы не по наследству. Но пока документально это не мое. Когда это станет твое? Когда у них закончится кредит на него. Ни хера, я не понял. Ты заложила или что-то? Нет, нет. Правда, у меня досталось это кафе по наследству от моих родителей. А почему он в кредиту? Вот через где-то месяца 3-4 кредит закончится. А родители платят? Ну, мамы, да. И тогда уже как бы будет мое. Короче, это твой бизнес? Да. Это твой бизнес. Убери с него напряжение, первое. Второе, ты должна поверить, что ты этого достойна, этого кафе. Или ресторан, что у тебя там. Ты должна понять, что ты этого достойна. Когда деньги пойдут, это будет еще страшнее, чем когда их нет. Смотрите, это очень тяжело понять, когда денег не хватает. И очень понятно становится, когда они появляются. Почему? Потому что мало денег заработать. Их надо еще потом принять. Это будет другой совершенный этап. Но когда ты его прорвешься туда, будет кайф. Поэтому немного, чуть-чуть напрягись. Кафе запустится, оно начнет приносить доход. Вот, потом только принимай. Потом просто принимай деньги. Надо научиться будет потом себя хвалить. Тратить на себя много денег. Или там, ну как, по сравнению с тем, что сейчас. Все будет. Просто убери с этого напряжение. Нет ничего в этом такого страшного, чтобы запустить кафе. А как убирать напряжение? Забудь про него. Вот представь, что ты наемный сотрудник. И просто тебе плевать, ты просто делаешь то, что ты должна и все. Поняла? Очень часто руководители первые, ну вот собственники бизнеса, нанимают менеджера или какого-то там директора, потому что им самим страшно поднять решение. А этому плевать он хотел на твой бизнес, это не его риск. Поэтому представь, как будто ты себя наняла на работу и давай себе команду и просто иди делай. Поняла? Да, я поняла. Прощение денег в ютубе, который, ты на тренинге же прям была? Или была на сессинге? На тренинге была? Не понял я. На тренинге. Ага. Прощение денег слушай ежедневно по два, по три раза в день слушай. Аффирмации прям слушай, прям постоянно из души не вытаскивай просто эти наушники. Прям нарабатывай, нарабатывай, нарабатывай и все придет. У меня вот самого так было. Не жди мега результатов резких. Просто делай то, что должна и ты вытащишь то, что и у тебя появится, то, что ты заслужила. Потому что деньги очень важно заслужить. Не в том плане, что надо заработать. Ты как это? Я не люблю это слово, ты карму должна отработать. Понимаешь? Да, да, да. Ты должна понаходиться в жопе столько, сколько ты в прошлой жизни наработала. И поэтому у тебя сейчас все схлопывается, да? Вот это не получается. Потому что ты должна отработать. Потом кидать будут. Повара не найдешь, еще кого-то не найдешь. Они будут приходить, уходить. Вот просто жопа будет. Это уже было. Как только ты это все отработаешь, Оно все сложится и пойдет все вверх. Оно просто сложится и пойдет вверх. Поэтому переход из слоя в слой это самый болезненный. Потому что из, допустим, в доходах там в 500 долларов, выйти в доход в 2000 долларов это самая болезненная штука. Потому что из 2000 в 5 выйти легко. Это нету боли. Но из 500 выйти в 2 это больно. Потому что когда ты будешь зарабатывать в 2, боль выйдет на 20, наверное, на 15 тысяч. Ну, в 5 будет легко. Но когда ты хотя бы один раз этот прорыв сделала, с 500 до 2, ты каждый раз это можешь повторять. Услышала? Да, да. И потом вот последнее видео, которое про Гештальта у меня было, вот на YouTube канале, ты его внимательно потом послушай, когда деньги пойдут. Я всем рекомендую, у кого-то начал уже зарабатывать больше, чем вы имели до этого, закрывайте свои Гештальты. То есть то, чего вы себе не могли раньше позволить, позволяйте. Но это не про расточительство, это про то, чтобы ты себя лучше просто чувствовал. Чтобы ты эти деньги просто приняла, потому что ты начнешь опять их терять. Там получится, смотри, вот сейчас жопа вот эта у тебя происходит, вся с деньгами, да? Ты эту карму отработаешь, начнешь зарабатывать, до определенного дохода ты дойдешь, и потом опять начнется жопа. Опять все начнет тружиться, и все тащится. Если ты не успеешь эти деньги принять. Поняла? Поэтому свои Гештальты очень важно закрывать вовремя, чтобы у этой жопы не происходило. А так, в принципе, вот. Если есть вопросы, еще задавай. Знаешь, этот Игорь, можно на ты, да? Угу. Я до этого просто очень много тренингов проходила, и как бы там же, там же все разжевывается. Там, ты так, пойдешь туда, там, сделаешь это. А когда я пошла, и вот, самая такая гениальная для меня фраза была, это ваша ответственность. Когда вы сказали, что это ваша ответственность, и, блин, ну, если грубо сказать, не проявите, да, и, блин, я думаю, о, это мой человек. Это мне всегда обещали. Вот, ты пройдешь, ты это сделаешь, как-то этот. А тут, блин, первый раз жизни мне сказали, что все зависит от тебя, если ты, как бы, там, то ничего у тебя не будет. Вот, блин, за это вам спасибо. И, наверное, мне до этого, как бы, трудно было взять ответственность на себя, и вот это вот меня, как бы, сподвигло. Ты сейчас, смотри, находишься в состоянии, это первое осознание вот этой ответственности. Когда ты смотришь вокруг и понимаешь, что то, где ты находишься, отвечаешь за это ты. Да. И ты думаешь, ёптой мать, в какой жопе я нахожусь, неужели это я натворила? Да, это страшно. Потом второй этап, знаешь, сколько мне ещё надо сделать, да, сколько ещё денег надо заработать, вот чего мне ещё, и от этого тоже ни хрена себе. Пройдёт совсем немного времени, когда ты окажешься совершенно в другой ситуации, когда ты будешь сидеть в пятизвёздочном отеле и будешь смотреть и будешь понимать, что то, где ты находишься, это твоя ответственность, это только твоя заслуга, и ты от этого кайфанёшь. Аминь. Ты реветь ещё будешь от этого. Спасибо. Игорь, я хотела бы к вам, вы же сказали, что у вас в феврале, да, обучение будет? Угу. Да, где оно будет? В Алма-Ате? Это мы рассылку, это в Астане будет, это рассылку я сделаю, чуть-чуть позже, сейчас этот закинул в группу, и, в общем, начну набирать людей, и вообще посмотри. Ну, я надеюсь, я к вам попаду. Приходи. Ладно, спасибо, Игорь, большое. Пожалуйста. Давай, до свидания, пока. Угу. Так, взрослые люди, так. Сильным жить. Так, что можно сделать? Горли першит, идите, откашляйтесь и вырвите. На это естественно, все зависит от наших действий, поступков. Естественно, неестественно, но очень мало до кого это доходит. Так, меня, кто это? Садыков. У вас настройки в инстаграме. Я ее приглашаю, она не может. Здравствуйте, вы как-то лечите социофобию. Откровенно говоря, я с эмоциями работаю, как человек себя поведет, это потом только от него зависит. Я не знаю, как это. Иногда получается, да. Мне кто-то приходил парень, он боялся, есть, да, то есть, он боялся есть грубую пищу, он просто пил, и то только воду, и соки, там, он так и питался худо. Если только открывать бизнес, как убрать страх? Надо просто принять, то есть, ты должен принять, что ты достойный, иметь свой бизнес, и что готов к определенным доходам. жена, я ее позвал, у нее там перекрыто зашли, у нее что-то с настройками. Я же вам говорю, Садыков, у вас настройки в программе еще что-то. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут, и Садыков города? Да, я вас слышу. Меня зовут. Отлично, Всем добрый вечер. Меня зовут Макпал. Я из города. Зовут? Астана? Имя повторите, потому что прерываетесь. Макпал. Макпал. А, ну прикольно. Чем хотите поработать? Шипит что-то, я не пойму. Это где-то, да, внизу, штыки. Вот. Хорошо. Отлично. У вас все равно закидывается где-то шнур. Где-то, вот сейчас хорошо. Опять. Макпал, все, давай, говори. Ага, спасибо. Вопрос у меня такой. Сейчас я работаю в такой компании. Это аналогичный вопрос финансовый. В принципе, у меня порог я с вами проходила, я работала около 300 тысяч ежемесячно. Сейчас я очень активно работаю, я прям знаю, насколько я могу выкладываться. Я выкладываюсь практически на 95%. но бывало такие, что у меня сделки срывались, мне прям практически кинули раз, и на сегодняшний день у меня порог не подрастает. Ну, давайте я на цифрах уже оговариваю, я не буду скрывать. Давай. около 150 тысяч. В два раза доход упал, да? Вы меня слышите? Да? Да. Может, ты наушники выделишь, так вот говори? Вот оно прям шипит все. Вас слышно? Меня слышно? Вот, алю я, да. Так лучше. попал. И теперь у меня финансовый порог составляет, ну, мой. Ага. 150. Да. Хотя в нашей компании можно зарабатывать спокойно, и наши коллеги поднимают, ну, до миллиона. То есть, можно хорошо зарабатывать. Как бы, я работаю в продажах, и это такая сфера, где можно очень хорошо зарабатывать. У меня вопрос такой, касаемо финансового порога. Я понимаю, что это банальный для вас уже вопрос. Я как бы стараюсь, отрабатываю. Я наблюдала за вами, смотрела прямые эфиры, я ходила, примеряла на себя дорогие вещи и так далее, и как бы покупала, покупала, чтобы мандраж был я не знаю, может, волшебный пендель какой-то нужен. Я была у вас на тренинге. Я ровно в 21 день прослушивала прощение и прощение денег, и помнится, когда я у вас была, вы мне дали задание просить деньги на улице. Я пропросила деньги. тоже как ложено. Просто так дайте сколько времени прошло? Сколько времени прошло с тренингой? Время. Ну, это в принципе и хочу отметить, что я сбыл. То есть у меня доход вырос, но на сегодняшний день он стоит. Я бы хотела... Он вырос до маленький в тот момент. Ну, у меня сделки где... Я, короче, фактически осознаю, что на сегодняшний день боюсь больших цифр. Я хочу зарабатывать в среднем полмиллиона, но все-таки получаю свою сумму уже около трех, четырех, пяти месяцев. Понимаете? И как-то работу я делаю... Выкладываюсь. Максимально выкладываюсь. Максимально выкладываюсь. Макпал, еще раз ты меня слышишь? После тренинга, после того, как ты деньги просила, насколько твои доходы выросли? После тренинга... После вашего тренинга я проходила 16-17 декабря. Я проходила у вас, знаете, в каком году? В 17-м году. У меня хорошо сразу выросли. Вот тогда я самую большую сумму получила. На следующем месяце сразу прям крупную сумму получила. Потом я побежала, мне предложение поступило, я побежала, думала, во, все, у меня дорога открылась, мне предложили одну деятельность, я туда ушла, и у меня спад произошел, причем жесткий спад. Честно, я даже не понимала, думала, как так? После тренинга должен быть взлет, а я прям четко так вниз ушла в минус финансовый на полгода. И к вам пришла, вы мне порекономили деньги, потом я, можно сказать, на сегодняшний день я его выровняла ровно. я не в минусе, я покрываю наоборот свой минус и могу покрыть свои затраты. но на сегодняшний день я благодарна тем деньгам, которые ко мне приходят, как бы, но хотелось бы, конечно, подъема. Я знаю, что уже пора разлетать, на сегодняшний день хотелось с вами переговорить. Фактически планировала на следующей неделе уже обратиться к профессиональному психологу, так как вы у нас сейчас далеко. Так мечтала к вам попасть в прямой эфир, честно. Сложилось. Так, саботаж это, да? Прямо того, что как так, я же могла, я, значит, могу обратно вернуться, но уже 5-6 месяцев теперь свою мечту скажи, большую свою мечту скажи, что ты действительно хочешь. Истинную свою мечту скажи, что бы ты хотела, если бы не было финансовых ограничений. машину хочешь, дорогую? Я тебя не слышу. Извиняюсь, но у вас плохо слышно. машину дорогую хочешь? Вот, теперь я вас чё-то слышу. Какой вопрос был? Машину дорогую хочешь? Я, по-моему, со связью чё-то. Слышите? Я тебя временами слышу, да. Алло. Машину? Машину, говорит, дорогую хочешь? Я тебя не слышу. Связь здесь плохая, что прерывается. Тебя не слышно. У тебя губы ходят, а тебя не слышно. Чё-то у нас, по-моему, так не получится с тобой. Я машину хочу. Короче, давай вот так туда. Деньги опять возобновить, 21 день деньги пособирать. Теперь я вас слышу. Слышите? 21 день собираешь деньги. Да, да. Услышала? Да, хочу. Вот, читаю. 21 день собираешь деньги. Извиняюсь, здесь связь плохая. Услышала это меня, нет? Услышала? Мопау? Мопау, так очень сложно. Давай ты мне потом на WhatsApp напишешь, если смотри, 21 день деньги собираешь, тест-драйв сделай, машину, которую хочешь, которая понравится. Съезди в Мерседес-центр, БВ-центр, Лексус-центр, выбери себе машину иди. И сделай тест-драйв. БМВ? Нет. Чего нет? Я просто вот читаю, я наоборот иду навстречу. Не понял? Чего хочешь? МакПау? Тебя не слышно, дорогая. Да, на самом деле, давайте, чтобы не злить всех присутствующих, закончим. Потом я вам лично напишу, если я позвоню. на WhatsApp напиши, потом или приди потом, или как-то сделай, чтобы мы с тобой поговорили. Ладно, давай туда. Пока. Игорь, прям говорить русским языком не откровенно, нужно очковать. Три раза в день доходы будут расти. Муж отдается деньги заработанные родительные кредиты, на еду не хватает, что делать? Сложно это. Про деньги закончим. Скажите, пожалуйста, вы работаете с людьми травмами, работаете. Здравствуйте, можно ли присоединиться в эфир? Можно. Мне надо заканчивать притки. Пожалуйста. Поздравляю. Такое же дело давно у вас не было. Да, давно у меня все хорошо. Очень хорошие те деньги. сколько это стоит? Пожалуйста, ответьте. Стоимость скажу за консультацию можно попасть на консультацию, то пишите в WhatsApp или в Директ и мы там с вами списываемся, назначаем время, договариваемся по цене и как-то встречаемся или онлайн или вживую. если вы из Алматы или из Астаны это можно встретиться так. Перескочить рубеж по деньгам можно через несколько этапов. Ну, вообще нежелательно так прыгать, потому что нужно быть готовым. Может развестись по жизни. вообще вам тем одним всех волнует. Деньги всех волнуют. Если муж отдает деньги родителям и вам самим тяжело, то вы еще не стали семьей просто. Вы для него второй контур. То есть для него первый контур как были родители и они так остались. Вы для него второй контур и который не важен. То есть у него мама ближе чем вы, поэтому он жадный хвалить его. Он жадный, потому что вы его не дичкокаете. Надо три раза дичкокать и он не будет жадный. Будут еще консультации сейчас. не знаю, пока никто не выходит, но время еще чуть есть. Это будет последняя консультация если еще кто-то появится. Если нет, откровенно говоря, уже надо будет спать. Я всем благодарен, что вы здесь уже пол второго ночи. Жилья нету, когда тебе за 40 у тебя нет жилья, ты просто никогда не понимал, что тебе нужно жилье. Здравствуйте. Здравствуйте. Я извиняюсь. Как вас зовут и из какого города? Я из Астаны, меня зовут Мадима. Ага, Мадима. С чем пришли? Ну, интересная тема сегодня. Все с тем же самым. С деньгами вы? Ну, да. Ага. Как бы планирую перепродать, купить квартиру и вот думаю. Думаете, что вопрос какой? Меня слышно, нет? Я вас половина не услышал. Вопрос какой? Вопрос Вы опять висните. Деньги точно волнуют. Наша аппаратура вся висит. Прикольно. Мадина. Мадина, вы как только начинаете говорить про деньги, у нас отрубается связь. Вас просто наполовину слышно, наполовину нет. Вас так же видать что-то нет. Я не знаю, может у меня что-то с интернетом? Но не знаю. Задавайте все, чтобы зависло. я наверное тогда отключусь. Давай, наверное. Вы лучше пишите или приходите в Астане. Вы в Астане сейчас? Я нет, я сейчас в Алма-Ате, я в Астане буду 29-го. 29-го января. А личные консультации, вы, кстати, когда только что говорили, я не услышала. Это будет 29-го по 1-го февраля. 29-е января по 1-го февраля. Индивидуально буду принимать. А что именно, допустим, вы что входит в консультацию? Это мы проработаем национальные блоки, поплачем по причинам. Вы в Ютубе забейте и для кимбри, там эмоциональная свобода, и там выйдет много этих индивидуальных сессий, вы посмотрите. То есть лучше поддите готовыми. Готовыми? Это вот посмотреть Ютуб, это будет достаточно, или еще что-то не хочется? Вы посмотрите, этого хватит. Именно ваших каналов? Да. почитать это невозможно, а лучше посмотрите, потому что я делаю то, чего не делают, про это нигде не написано. Интересно. я просто вклинилась буквально из-за того, что моя подруга вышла в эфир. А, вы увидели тоже, да? Да. Понятно. Поэтому мне вот просто буквально интересно стало. Сейчас как бы... Страх чего? Какой страх? Получается есть сейчас квартира, которую мы хотим продать и купить новую. Ну, естественно, это будет ипотека какая-то, программа. И немножко страшновато в этом плане. Смотри, я не знаю, сколько вам там надо доплатить, да? Но я вообще сам по себе противник всяких ипотек и всякой хрени. Я тоже. тоже. Если у вас собственный бизнес, это еще можно сделать, чтобы не вытаскивать деньги из оборота. Но если вы идите на зарплате, ну и нахер жить в своей квартире лучше. Если ваши доходы зависят не от вас, а зависят от вашего работодателя, я бы, честно, так не рисковал. потому что у нас сегодня ипотека в стране такая, что она невыгодная ни хрена. То есть ты отдашь вместо, ты возьмешь допустим 20 тысяч долларов, за 20 лет ты отдашь 40, ну нахрен это надо. но если ты зарабатываешь денег, допустим, там, я не знаю, 10% стоимости квартиры в месяц или 5%, то лучше годик ужмись потерпи и купи потом за наличие и все. Но это мое такое мнение, я не знаю, насколько это финансово оправдано, но нельзя рисковать квартирой или недвижимостью, если она у тебя одна. Если у вас три квартиры, хрен с ним продать и купить и там ничего страшного, две у вас, ну тогда можете в принципе. Просто вот такой страх, что как бы сказать, то ли что-то, ну не знаю, ну как-то для меня это большая ответственность очень, я в жизни наверное не знаю, ничего такого не делала серьезного, чтобы могло сесть на меня какая-то ответственность. Ты замужем? Это мы делаем или ты? Ты не замужем? Нет. Ух-юх-макарёк, хорошо. Молодец. Для тебя это что будет? Тебе для чего эта квартира? Я хочу переехать в более благоприятный район и получается, ну у меня мама есть и тетя есть, и я хотела вот их объединить. Кого объединить? Маму и тетю? Ну в смысле ты к себе хочешь вместе с ними жить или или что ты хочешь? Да, да, да. Я с мамой живу, у меня еще тетя есть и мы хотим все втрою вместе жить. Ты замуж когда выйдешь? Скажи. Я не знаю. Еще раз, тебе сколько лет? Двадцать пять. Иди, найди замуж. Почему? Не страдай черней. Тебе не то, что маму с тетей объединять, тебе вообще от мамы надо уйти еще. Даши глубже. Ты лучше себе еще одну квартиру купить, делись вообще. Ну, как-то все равно хочется, чтобы ну, сделать какой-то Что ты можешь сделать? Ну, улучшить условия не знаю, для своих. Они много для меня сделали и я тоже хочу, ну. Они тебя родили, спасибо, все, хватит. Хватит. Понимаешь? Тетя, я не знаю, каким там боком приделалась вообще. Ну, у нее есть свои дети. Я понимаю, у нее нету детей. Но их объединение пересрутся все равно. Ну, что ты, ну. Вы как хотите три женщины жить в одном доме без мужика? вы все перестрелетесь и меня там все. Это да. Это тяжело, да. Тебе надо от мамы делиться. Я не знаю, что там все тебе делать. Хочешь их объедини в одну квартиру загонить, но тебе надо жить отдельно. Ты никогда не выйдешь замуж, пока ты живешь с мамой, понимаешь? Почему? Ну, потому что. Потому что она всю энергию и время забирает на тебя. У тебя не будет времени. Мама забирает всю энергию и время на себя. Поэтому ты никогда не выйдешь замуж, потому что такие мудаки к вам не подходят. Понимаешь? Вы сейчас по мне говорите касательно меня или вообще в целом? Я вообще тебе говорю в целом. Не выйдешь ты замуж, пока ты живешь с мамой. И маме ни один тебе парень твой не понравится никогда. Никого она в жизни не одобрит просто. Потому что ты сейчас условия улучшаешь, ты их кормишь, а завтра ты замуж выйдешь, чего они будут делать. я тебе точно говорю ты насчет этого подумай. Это ты мутишь такое, ты вот в такую жопу влазишь, да, ты хорошо, что ты на входе. Я тебе говорю не надо. Но когда ты голову туда засунешь, уже не вытащишь. лет 20 не вытащишь из жопы голову потом. Аккуратней. Вот то, что бы я сделал, я тебе говорю, я бы оставил маму и купил бы себе квартиру. Но если у тебя есть две квартиры, оставь там маму в одной и переедь в другую. И улучшай свою, а не мамину. В самолете летала когда-нибудь? Да. Помнишь, как кому надо маску сначала одевать? Себе. Сначала себе, потом ребенку. Да. Сначала себе, потом маме, если достанется. Поняла? Поэтому маму можешь в этой квартире оставить или переселить в другую. Сама вот эту какую-то квартиру можешь себе улучшить, не ей. Ну, я поняла. Ну, хорошо. Ой, я тебе... Мои хлопейщика смотрят. А? Я тебе поведу, что ты вот, ну, только решилась прыгать и ты, ну, и ты попалась. Да, я только решилась прыгать, то есть это... Ну, меня всегда прям у пропасти поймали прям. Прекрати. Я понимаю все, да, то, что мама, там, она тебя воспитала, там, вторая мама, я им там должна, тем более наша казахская социальная болезнь, что ты всем должна. Да. Ты когда родевать, ты сразу должна. Да. Как будто у них был вариант запихать тебя обратно. понимаешь, у них не было варианта, они по-любому тебя воспитали. Да. У тебя уже 25 лет, ты уже никому ничего не должна. Ты должна их помнить, там, иногда там 8 марта позвонить или на Новый год зайти, но все, хватит. Все уже. Ты должна выставить твою жизнь. Это не жестоко. Животные выкидывают своих детей на улицу. Это жестоко, чтобы ты сама выживала. Тебе 25 лет, ты с мамой живешь до сих пор. А что вы же таковы? А? Если по факту так брать квартиры, это не мои, ну в смысле это мама сделала, одну, другую тетя, то есть они обе считают... Ну значит, пусть живут, возьми свои вещи и съедите на съемную квартиру и купи себе, и купи себе квартиру. Ну уйди от них, зачем ты им улучшаешь? Еще хочешь обеди. У них сейчас рая, ты начинаешь херней страдать. у мамы квартира, у второй мамы квартира. Купи свою. Поняла? Не можешь купить, сними и живи на съемной, но отдельно от мамы. Сейчас ты плакать, кажется, будешь, нет? Нет. Нет? Нормально? Все нормально, да. Услышала ты меня? Я тебе честно говорю, это будет самое правильное решение. Съедет от мамы. Ничего ты ей не должна. Ты единственное, что ты должна, ты должна, ты обязана просто быть счастливой. и все. Это да. Поняла? Я поняла, я услышала. Как ты удачно зашла? Я, конечно, я вообще, я извиняюсь, конечно, я не подписана была на вас, просто у меня подружка вот начала как общаться с вами, мне интересно стало. Честно, ну, как бы, даже затрудняюсь что-то, задать какой-то вопрос, потому что я не до конца всего, возможно, сейчас, может, неправильно задам, или там еще что-то. Да, может, неправильно задавать, очень страшно. Ну, вот, сегодня вы, получается, если кратко сказать, ну, вы говорили о деньгах, что именно, какие-то блоки, да, снимать, или еще что-то. Угу. Про это говорите? Я вообще занимаюсь, знаешь, я занимаюсь, я помогаю людям высвобождать эмоциональные блоки из тела, страхи, ограничения какие-то. Угу. Эмоциональные блоки формируются в каком возрасте? Всю жизнь они формируются. Всю жизнь. Угу. Они всю жизнь. А основные ограничения у нас появляются с 12 до 16 лет. период переходного возраста, вот это созревание оттуда. Появляются гордыни, и первые блоки, комплексы, они оттуда берутся. Угу. С учетом того, если у тебя нормальная семья, и ты жила без стрессов, там, в любви, там, я вот буквально недавно тоже, ну, как бы сказать, начала слушать Лобковского. Ну, я так просто, как рандомно включаю какую-нибудь тему на радио, то, что он разговаривает, то, что, ну, про всякое интересное. Ну, то есть, как-то связано тоже психологией, да, я так понимаю. Да. Ну, блин, сейчас так неудобно будет, да, личные вопросы задавать здесь, потому что я вижу сейчас кто-то из моих подписчиков здесь сидят. Само будет смешно, если твоя мама там еще есть. нет, нет. Ну, не знаю, даже здесь по-разному все пишут, конечно, в комментариях. Вы читаете? Вообще, я так читаю, вообще лучше вот смотреть, есть алгоритм, да, то есть, ты же всегда можешь прочитать траекторию полета камня, когда его ты видишь, вот человек замахнулся, и ты примерно хотя бы понимаешь, куда он прилетит или в какую сторону. Да? Здесь то же самое, человек, вот ты себя повела вот так, или там твои мысли идут там в сторону мамы, и уже понятно, чем это закончится. И поэтому люди, которые противятся там «надо с мамой жить», там еще что-то, они с точки зрения только своей своей проекции берут это. Я тебе говорю, я насмотрелся этих камней в сторону мам и пап, и я очень много людей принял. Я тебе просто говорю, по замаху видно, куда они текают. И если ты так забудешь себя о своей маме, то понятно, к чему это придет. Это придет не за мужество в основном, где-то в процентах 80, точно выйти замуж не сможешь. Ты там, может быть, для себя родишь или не родишь, непонятно, даже если выйдешь замуж, то ты выгодите этого мужика. Вы втроем его сожрете. И будешь воспитывать одна. Не исключено, это так и будет. И ты будешь воспитывать одна. Понимаешь? И ты воспитаешь сильную дочку и неизбалованного сына. Все. И так же будешь держать ее за жопу свою дочку, как тебя мама держит. И сына так же будешь за фокушьей держать. И угробишь его. Понимаешь? То есть немного вариантов. И у тебя твоя задача отрезаться от мамы, выставить свою жизнь так, как ты хочешь и все. На самом деле нам вредят очень сильно наши родители. Особенно наши мамы. Они вроде нас родили, нас воспитывали, но есть ограничения. То есть ты должна в какой-то момент свою семью создать. Если ты этого не сделаешь, ты всю жизнь с мамой будешь. это твою жизнь она стопорит. Развития не будет. Здесь согласна. Потому что мама же она не вечная. Понимаешь? Она все равно когда-то уйдет. И одно дело, когда ты от мамы отходишь, когда она взрослая, ну, когда она в силе. Допустим, маме лет 50, наверное, да, твоей? Маме сейчас 64. 64 маме. Вот теперь представь, тебе 25, ты сейчас уходишь, мама более-менее здоровая, да? И она там не будет умирать чучего. Пройдет лет 10, ты захочешь выйти замуж, ты от нее будешь отходить, и у нее будет инфаркт. Она начнет болеть постоянно, и будет манипулировать своими болячками. И ты будешь бросать каждый раз мужа и сидеть рядом с ней. И у тебя будет выбор между умирающей мамой и мужем. Кого ты будешь выбирать? Выберешь мужа, мама помрет, всю жизнь будешь виноватой. Понимаешь? А жизнь все равно надо будет выстраивать. Придется просто. Ну вот вы примерно картину наверное поняли мою? Ну как обстоят дела. Какие вы думаете есть блоки и с чем лучше работать сейчас? Тебе надо съехать от мамы. Больше тебе ничего сейчас не надо. Единственное, что тебе нужно это уехать от мамы. Я не говорю, что ты мне больше не мама и раз из дома ушла. Но ты должна уйти и создать свою жизнь. Внимание все равно и ты должна уделять на праздники, звонить можешь даже впускать ее в свою жизнь. Потому что есть такие там а я с мамой уже давно не живу. Три раза в день созванивают и рассказывают весь твой день. А потом мама еще мама как ты думаешь он не подходит или не подходит? А тебе мама говорит дочь он нам точно не подходит. Почему тут ты вообще? причем мама делает это из чувства как сказать материнского долга что ли она тебя хочет защитить. Это не козла. Но смотри у мам такая природа вообще у женщин у вас у всех вам нужно о ком-то заботиться. всегда вам нужно о ком-то заботиться. Вот ты сейчас заботишься о маме. Ты заботишься о маме потому что тебе не о ком больше заботиться. Будет рядом парень или муж твой или сын ты вся будешь там. Мама допустим не создала отношения с папой или если она не заботится о муже то она будет заботиться о тебе. Да. И поэтому очень важно чтобы женщина нашла себе кого-то о ком она заботится. И в твой случай ты должна заботиться о своем мужчине. Все. И ты должна очень важно чтобы ты создала себе семью. Создала пару. ну здесь тоже сложно. Тебе надо просто кивнуть и все. Тебе предлагают по пять раз в год. ну не все подходят. Ну в смысле пока не видела чтобы кто-то мне прям подвошел. Уши кривые или что? К которому я хотела бы кивнуть. Уши кривые или что? Нет. Просто не подходит. Ну не мое. Оно и не будет твое пока с мамой ты живешь. понимаешь меня или нет? Поняла. Поняла? Дыши мне вопух. Я так хочу поговорить но меня смущают прям люди. Я не догнала что этот эфир будет всеобщий. Знаешь красивая девушка выйдешь замуж круто же. Я тебе и говорю тебе надо просто согласиться. У тебя потребности нет замужества потому что ты с мамой. Понимаешь ты? ты о ней заботишься. Когда ты останешься в квартире одна и некому будут заботиться начнут больше людей подходить под мужа. ну блин не знаю пока честно не было ни одного человека который сказал да вот это вот да смотри женщина женщина вы выходят замуж всегда в сомнении ни одна женщина не вышла замуж и не сомневалась что мало того это еще после замужества вы еще три года сомневаетесь ты уже на второго беременна и ты думаешь мой это мужчина или не мой понимаешь а вы женаты я женат и ваша жена уверена скорее всего уверена так мы уже 13 лет женаты куда ну значит точно уверена я уверен потом смотри три года она сомневается четыре года сомневается потом муж из-за этого смотри первые три года сомневаешься ты твой он это или не твой следующие четыре года сомневается он вот теперь смотри из-за этого кризис трех лет разводится до трех лет браки распадаются и до семи если брак распался в первые три года не выдержал он ты его ведь мозг вытрахал и он убежал если расстались после трех лет где-то от трех до семи лет значит не выдержала уже ты я не сомневалась я вам прям завидую вашему мужу не сомневалась замуж выходила а потом в течение трех лет не сомневались разве в общем этот эфир закончится через пять секунд тебе большое спасибо что ты вы